Всем привет! Сегодня у меня кулинарное видео на тему картошка и грибы. Казалось бы, банальное сочетание, но хочу вам показать несколько рецептов, которые, я думаю, разнообразят ваше грибное меню. Пока отваривается картофель, подготовим наши грибы. Если у вас есть условно съедобные, то, конечно же, их надо отварить. У меня это дубовик крапчатый, и он сейчас отваривается. Нарезаем не очень крупно и будем обжаривать. Из отварного картофеля готовим пюре. Соль, сливочное масло, яйцо, мука. Выкладываем наше тесто картофельное в форму. Соломите тесто картофельное в форму. я буду использовать рыжики вообще вы можете брать конечно же любые грибы и просто их поджарить я жарить не хочу просто залью кипятком и буквально через пять минут солью воду для нашего очередного блюда нарезаем тоненькими такими слайсами картофель картофели мои рыжики я хорошенечко солю и перчу форму выкладываем теперь слоями картофель и грибы верхний слой у нас будет картофельный заливаем сливками накрываем фольгой и отправляем в духовку минут на 40 берем отварной картофель лучше конечно мундире отварить тут у меня пол чайной ложки соли желток постепенно добавляем муку потому что влажность у картофеля разная тесто у нас должно получиться такое вот слегка липковатое вот такое вот слегка липковатое тесто у нас получилось катаем колбаску я обычно готовлю просто кругленькие вот с такой вот ямочкой мне такой вариант больше всего нравится и быстрее готовить чем вилочкой там узорчики а вы можете делать как вам удобно пока наша вода закипает займемся грибочками у меня сегодня этот чесночник большой поэтому количество небольшое этих грибов вы можете использовать любые грибы принесенные из леса или супермаркетом просто в большем количестве поджарю их с лучком к готовому луку добавляю чесночник специфика этого гриба в том что он не требует длительной термообработки его даже сырым можно есть и чтобы сохранился весь аромат я его протушу буквально минутку с луком хорошо подсоленную воду отправляем наши ньоки галушки и клецки кто как называет как только всплывают все готовы если вы не готовили такое блюдо обязательно попробуйте это очень вкусно просто и достаточно быстро тем более что можно приготовить за раз большую порцию и заморозить а с чесночником это вообще очень очень вкусно с любыми грибочками будет вкусно но чесночник вот сюда замечательно подошел надеюсь мои блюда вам понравились вам было интересно и полезно всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч